Мы действительно являемся, с одной стороны, частью тех обстоятельств, которые мы создаем и в которых мы участвуем. Есть такое понятие в психологии – экстернальная и интернальная установка. Экстернальная установка предполагает, что вы возлагаете вину за хорошие или дурные события на внешние обстоятельства, интернальные, когда вы берете за всю ответственность на себя. Но если мы говорим по результатам разных психологических тестирований, оказывается, что брать на себя ответственность за все происходящее более эффективно, чем перекладывать ее на внешние факторы. То есть вы более успешны, если берете на себя обстоятельства, за себя ответственность за происходящее. Другое дело, что, конечно, есть факторы, которые нам не подвластны. И могут происходить, что-то взорвалось, там, вливание, понимаете, полголы, разбомбили. Но понятно, что брать за это ответственность, наверное, не самая логичная вещь. Но в целом, если мы говорим про свою жизнь вне этих экстремальных каких-то факторов, которые иногда случаются, и что уж с этим поделать, все равно в значительной степени эффективно, когда вы ощущаете ответственность за то, что происходит в вашей жизни, потому что это дает вам ощущение того, что вы можете влиять на происходящее событие. Если я беру на себя ответственность за происходящее, я даю себе право изменять обстоятельства вокруг. Правда, у этой притчи, которую я вам сказал, есть прекрасный прародитель. Вообще, все притчи, по большей части, пришли из хорошей философии. И прародителем этой притчи про человека, который хотел изменить мир за семь лет и смог себя за семь дней, после чего произошли необходимые изменения, эта притча восходит к Платону. У Платона есть такой диалог, Алкиавит. По-моему, это второй Алкиавит, но могу сейчас путать. Наверное, первый все-таки. Где к Сократу, главному учителю Платона и главному герою его диалогов, приходит молодой, красивый, амбициозный юноша, которого зовут Алкиавит или Алкивиат, и говорит, что ты, Сократ, самый мудрый, самый умный, я к тебе пришел по следующему вопросу. Я собираюсь стать политиком, собираюсь управлять финами, хочу реализовать свой потенциал, свои амбиции, свою красоту, свою смелость, решительность и репутацию, для того, чтобы сделать город лучше, государство наше афинское. На что Сократ в своем стиле этого диалога приводит юношу к мысли о том, что управлять афинами, в общем, дело нехитрое. При одном условии, что ты можешь управлять самим собой. Если ты самим собой управлять не можешь, то рассчитывать на то, что ты будешь управлять городом эффективно, наивно. И вот эта интенция «умеете властвовать собою», «умеете управлять собою», она восходит в самом, так сказать, колыбели нашей цивилизации. И в связи с этим я и думаю про психотерапевтические техники, про соответствующие упражнения и вообще про эту философию жизни как про инструмент, который позволяет нам получить ресурсы для изменения собственной жизни, ее обстоятельств. Потому что, умея управлять собой, вы научитесь управлять чем угодно. И человеческими коллективами, потому что вы человек. И производственными процессами, потому что ваша жизнь – это производственный процесс. И с точки зрения творчества, потому что вы все, как и я, натуры, так сказать, не без творческого начала. Поэтому, как только мы овладеваем собой, мы можем и овладевать миром вокруг нас.